привет друзья сегодня подборка полезных советов на все случаи жизни я не раз сталкиваюсь с такими крючками и ломаешь голову как быстрее и проще их закрутить конечно можно наживить пальцами потом взять пассатижи и потихоньку полегоньку их вкручивать но это долго особенно если таких крючков штук 10 на помощь придет обычный ключ от дверного замка просто вставляем шуруповерт и спокойно закручиваем на нужную глубину и любое количество все делается максимально быстро и просто я продолжаю строить дом и занимаюсь отделкой внутренних помещений в котельной у меня не доделана плитка а именно осталась верхняя линия тут везде идет подрезка плитки по замерам стало ясно что плитку можно резать пополам если бы была одна-две то ничего сложного замерил рулеткой поставил отметки прочертил линию и отрезал на плиткорезе но у меня тут штук 1416 поэтому чтобы сэкономить время за минуту сделаем удобную приспособу возьму кусок фанеры на которой расположу плиткорез и его зафиксирую на саморезы далее с одного края добавлю еще кусочек фанеры чтобы выровнять более-менее плоскость и возьму два обычных металлических уголка хотя тут можно взять и досочку и брусочек ну все что есть под рукой главное сделать упор выставляю плитку по линии реза и фиксирую уголки на саморезы далее отрезаем плитку и проверяем все ли работает как надо размеры совпадают все отлично и таким образом следующая заготовка заходит в плиткорез без разметки и упираясь в уголки сразу получаем разрез посередине плитки берите такой способ на вооружение ведь упор можно сделать буквально из того что есть под рукой а настройки всегда найдется лишний брусочек ведь таким образом работа и огромное количество плиток можно сделать легко и быстро после укладки плитки и ее высыхания надо затереть швы но прежде их надо очистить от засохшего клея убрать остатки и весь лишний мусор кто будет строить дом я всем рекомендую друзья взять себе строительный пылесос с ним очень легко наводить марафет убирать строительную крошку пыль опилки разный мелкий мусор особенно в трудных местах у меня мощный пылесос штиль с е 33 для сухой и влажной уборки влажной грязи в гараже мастерской и поблизости дома компактная конструкция и вращающиеся вокруг своей оси передние колеса дают возможность легко и плавно перемещать его по поверхности множество принадлежностей и различные насадки которые могут храниться прямо на пылесосе с е 33 простой и эргономичный отличается простотой в эксплуатации и разнообразием использования например изменив место присоединения всасывающего шланга можно легко переходить с функции всасывания на выдувание это удобно например выдуть грязь из углов щелей да хоть обдуть садовые дорожки от скошенной травы хороший запас мощности и идеально подойдет для уборки автомобиля ну а для меня это хороший помощник для мастерской смело рекомендую и для ознакомления оставлю ссылку под роликом убрав весь мусор и пыль надо затереть швы тут я решил сделать для теста простую приспособу взял наконечник от герметика и небольшой плотный пакет продел насквозь и обмотал все малярной лентой закидываем затирку и начинаем заполнять швы идея мне понравилась так как пол таза затирки ушло буквально за минуту с плиткой работал всего пару раз я плиточник любитель и самоучка и делать ровные швы я привык обычным пальцем но надолго его конечно не хватает и быстро стирается потом еще болит поэтому держите отличный совет возьмите стержень термоклея им очень удобно сделать ровные и одинаковые швы просто проводим и получаем за секунды отличный результат и Продолжение следует... Далее в бой идет пылесос. Собираем все крошки и осталось сгладить швы. Делаю я это обычной губкой для посуды. Смачиваю ее, полностью отжимаю и провожу по швам. И получается добротный адекватный результат. Меня он полностью устраивает. Пылесос в мастерской выручает отлично. Наводится марафет, быстро и просто. И самому работать только приятней. Но есть места, которые забиваются пылью и мелкой крошкой. Чтобы не разбирать каждую баночку или лоток, вытаскивать там болтики, гаечки, шайбочки, возьмем трубочки для коктейля. Вставляем их в шланг пылесоса. И уборка всех органайзеров происходит моментально, быстро и удобно. Запомните этот способ, друзья. Ведь такими трубочками подлезть можно реально где угодно. И не бояться, что пылесос заберет в себя маленькие шайбы. То же самое касается наборов инструмента. Можно быстро навести чистоту. Вот вам еще один простой и быстрый совет. Если нужно расчертить много окружностей, будь это заготовка для какого-нибудь изделия, или даже просто детям поиграть в дартс, то обычная струбцина поможет вам справиться с этой задачей. С одной стороны цепляем за саморез, а с другой упираем карандаш. И можно задавать любое расстояние, в зависимости от длины струбцины. Напишите в комментах, друзья, какие советы вам понравились больше всего. А что бы вы сделали по-другому? Поставьте лайк, вам не сложно, а мне приятно. И подписывайтесь на канал. Обязательно жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные выпуски. Всем спасибо, всем удачи, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok